Многие игроки рано или поздно задумываются о том, что было бы круто не только играть в игры, но ещё и создавать их, или вообще связать свою работу с этой сферой деятельности. И если вы один из таких людей, устраивайтесь поудобнее. Итак, вы решили устроиться в сферу разработки игр? С чего же начать? Например, с того, что вы умеете лучше всего. В геймдеве нужны не только художники и программисты. Чем больше проект или студия, тем больше самых разных специальностей она себе набирает. Аналитики, комьюнити-менеджеры, маркетологи, переводчики, тестеры, организаторы мероприятий для киберспорта – это лишь малая часть того, кто сможет найти себе здесь место. Но основной штат любого проекта – это, конечно, 3D-шники, художники и программисты. Поэтому больше я говорить буду про них, тем более, что мой канал смотрит в основном именно эти люди. Вы уже выбрали студию или проект, над которым хотите работать. Определите для себя несколько наиболее интересных вам мест и внимательно изучите следующее. Зарегистрируйтесь на LinkedIn – это социальная сеть, в которой вы сможете найти работников любой компании. Посмотреть их навыки, стаж, пообщаться с ними на работе, узнать информацию из первых рук. Не рассчитывайте на то, что вам будут сливать все подводные камни или заманивать как в дом родной, ну а что-нибудь интересное вы действительно сможете узнать. На сайте глаздур.ком вы можете узнать среднюю зарплату в интересующих вас компаниях на нужной вам вакансии. Ведь ни для кого не секрет, что частенько работодатель указывает одну зарплату, а вам платит совсем другую под различными предлогами стажа и обещания повышений. А так вы хотя бы будете знать, на что рассчитывать. Наконец, вы можете поискать открытые вакансии на сайте компании или прямо на Artstation. Если вы хотите найти удаленную работу, то стоит поискать ее на сайте Behance. Однако на Artstation вам могут написать и предложить удаленную работу над каким-либо иностранным проектом, поэтому иметь там портфолио жизненно необходимо. О портфолио мы поговорим чуть попозже, сейчас вам желательно определиться, хотите ли вы работать за границей или остаться здесь в России, ну или в Украине. Если вы хотите работать в студии, приходить туда и садиться за свое рабочее место, то я однозначно рекомендую смотреть в сторону Европы или Америки. Не бойтесь пережать за границу для работы. Большинство компаний активно помогают с переездом, имея так называемые трансфер-пакеты, которые сделают вашу миграцию максимально комфортной. Но для этого вы должны быть хорошим специалистом, надеяться на такое новичку, как правило, не приходится. Кстати, сейчас из-за пандемии очень многие компании перешли на удаленную работу, поэтому получить ее сейчас должно быть намного проще, чем раньше. Если вы давно хотели попробовать, то сейчас самое время. В России платят мало и условия совсем не те. Зарплата 3D-артистов в Питере варьируется от 30 до 70 тысяч. Лиды могут получать под сотку, но и дрючить вас будут только в путь. В Москве, само собой, эта сумма будет немного больше, но учитывая стоимость жизни в этих городах, а зарплата далеко не такая большая, как может показаться. При этом на вашем труде будут зарабатывать в разы больше, и лично меня такой подход не устраивает, но так решать вам. При этом зарплата 3D-шника юниора в Европе начинается от 6 тысяч долларов, а в США она может дойти до 10-11 тысяч, что даже при высокой стоимости жизни в этой стране считается весьма достойной. Но на первое время также рассчитывайте на 6-7 тысяч долларов в месяц. Например, 3D-шники в Близзарде в среднем получают от 65 до 81 тысяч долларов в год, что является от 5,5 тысячи долларов до 7. Вполне неплохо. Кстати, XYZ School запускает новый курс по Handpaint. Это техника, в которой работает в художнике Близзард. Handpaint относительно прост и почти не устаревает с годами. В списке самых популярных игр на сегодняшний день большинство используют эту стилизацию. Преподаватель курса Тамара Бахлычева, старшая 3D-художница по персонажам в Близзард Энтертеймент. Она работала над World of Warcraft, Heroes of the Storm и Overwatch. На курсе тебя научат создавать оружие, потому что это самая простая точка входа в технику Handpaint. Тамара раскроет методы своей работы над оружием, а если освоишь их, сможешь перейти и к созданию персонажей. Сам курс состоит из трех этапов. Первый – теория и практика Handpaint. На нем ты создашь концепт оружия. Во втором этапе ты создашь 3D-модель по собственному концепту. Но для этого тебе уже нужно уметь работать хотя бы с одним 3D-пакетом, неважно каким. А вот на третьем этапе ты разберешься с подачей асета, научишься работать с материалами, светом и рендером. Также Тамара объяснит, как выигрышно показывает свою модель в презентации или в портфолио. Студенты XYZ School устраивают за Spirosoft, SaberMy.com, DigitalForums и другие студии. Сам курс начинается 1 октября 2020 года и продлится 2 месяца. При оплате до 28 августа действует скидка 15%, а по промокоду ARTALASKI дополнительная скидка плюс 10%. Итого уже 25% скидки на курс Handpainted от XYZ School. Если же вы ищете хоть что-то, лишь бы влиться в геймдев, то подавайте резюме в разные студии. Не рассчитывайте на прям хорошую зарплату и нормированный рабочий график, но по крайней мере вы будете уже в геймдеве, и вам может посчастливиться работать над крупными интересными проектами ААА класса. Это почти единственный вариант, если у вас мало опыта. С него можно начать, но задерживаться там дольше, чем на пару лет я бы не рекомендовал. Если же вы обладаете способностями к самодисциплине, то вариант удаленной работы вам явно понравится больше. Тем более, если получится найти иностранных заказчиков, живя в России, вы сможете достаточно быстро заработать хорошие деньги. Но для этого вам нужно внушительное портфолио, над которым нужно начать работать как можно раньше. Причем, если вы хотите работать в какой-то конкретной конторе или проекте, подстраивайте его под то, что хотят увидеть от вас наниматели. Хотите в Blizzard или Riot, заполните портфолио работами в Handpainted стиле. Хотите рисовать пиксели для небольших студий? Заполняйте портфолио пикселями. Не нужно заполнять его всем, что у вас есть. Иностранцы выбирают узконишевых специалистов. Универсалы ценятся у нас в России. Правда, на зарплате эта ценность никак не отображается. И, конечно, не забывайте выполнять тестовые задания контор. Выполнив его, вы гарантированно не попадете туда, куда хотите, но вас, скорее всего, заметят и другие студии, предложив вам работу у них. Не важно, как много у вас стажа, какое образование и где вы находитесь. Важно лишь то, насколько хорошо вы умеете делать свою работу, и сколько вы за это хотите. Помимо фриланса, вы можете создавать контент для стоков. Будь то модели, музыка, интерфейсы или готовые куски кода. По мне, так это один из самых лучших способов и методов заработка в сфере геймдевы. Правда, не всегда стабильный. Продаж может быть до неприличия много, а может не быть совсем около месяца. Тут много тонкостей и нюансов, о которых в открытую вам никто не расскажет, чтобы не платить конкурентов. Однако, если вам это симпатизирует куда больше, чем работа в офисе, обязательно изучите эту тему. Ну и, наконец, вы можете создавать собственные игры и зарабатывать уже на них, как это делаю я. Кстати, довольно скоро на консолях появится моя игрушка Dark Souls. И, как только будут существенные новости по этому поводу, я сразу же вам расскажу. Но, чтобы начать создавать игры самостоятельно, нужен лишь игровой движок, парочка дополнительных программ и желание учиться. Все это при желании можно организовать без каких-либо затрат. А можно пойти учиться на курсы и уже через несколько месяцев понимать все, что тут происходит, и даже сделать парочку простых игр. На моем канале очень много видео о том, как создавать игры и графику для них. А будет их еще больше. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить, и ставь лайк, если видео оказалось полезным. С тобой, как всегда, был Арталаски. Пока!